здравствуйте на канале это он тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин а с нами на связи из киева политтехнолог николай спиридонов здравствуйте николай добрый день михаил добрый день несколько сообщений которые касаются украины я хотел бы с вами обсудить первое касается двух заявлений которые были сделаны официальным киевом и которые на которые уже отреагировали в москве я имею ввиду заявление о том что украина собирается провести выборы в крыму я правда не совсем понял о каких выборах идет речь муниципальных всеобщих или президентских но в общем в любом случае в крыму собирается провести выборы это раз и второе что киев предложил россии совместное патрулирование на границе задан до донбасса что это такое это просто как бы дежурные заявления и не более так скажем так ритуального характера или же они действительно имеют под собой какой-то серьезную почву насколько мне известно президент украины владимир зеленский и новый глава его офиса андрей ермак всерьез планируют осенью 2020 года провести выборы на тонбассе и собственно говорили об этом и в мюнхене что касается упоминания в этой связи крыма то похоже что это действительно больше похоже на ритуальное заявление потому что на сегодняшний день даже самые большие оптимисты в проведении местных выборов в крыму скажем под патронатом украины ну не особенно верят но тем не менее вопрос крыма надо поднимать вот он был поднят украинская сторона показала что про крым тоже не забыла что касается выборов на донбассе но скажем проведение местных выборов на донбассе по сути через полгода но там месяца 8 осталось до местных выборов октября 2020 года но скажем это тоже очень амбициозное заявление но не фантастическое мы помним что в пятнадцатом шестнадцатом году такая идея была и у петра порошенко провести местные выборы на донбассе под патронатом украины но у него не получилось у зеленского теоретически какие-то шансы есть честно говоря я как эксперт в это верю слабо но вот как оптимист как гражданин украины но как-то вот буду надеяться что может быть эти выборы местные все-таки пройдутся в общем что касается донбасса то некоторая надежда остаются а что касается патрулирования совместного но собственно это обсуждалось еще пять лет назад со времен минских соглашений 2 не особенно продвинулись по этому поводу ну в общем минские соглашения зашли в некий тупик то есть вот они сейчас не особо выполняются поэтому украинская сторона и президент зеленский пытаются внести какие-либо предложения которые позволят из этого тупика выйти вот разморозить соответственно мирные планы ну вот и это накинули кстати в основном в украинских сми и блогеры близкие к экс-президенту петру порошенко это уже объявили зрадой говорят какой же может быть совместный патруль николай поясните пожалуйста что касается выборов на донбассе если я правильно помню по итогам парижской встречи и в ходе этой парижской встречи зеленский в том числе на пресс-конференции очень твердо заявлял что выборы могут пройти только в том случае если там одним из условий он считал несколько условий в том числе главным условием отсутствие там каких-либо вооруженных отрядов не имеющих отношения к украине это раз это что украинский украина то есть официальный киев и у армия возьмет под контроль границу с россией насколько известно на сегодняшний день все это непреодолимые препятствия а какой смысл тогда говорить о каких-то выборах на донбассе совершенно верно во время встречи нормандской четверки позиции украины было именно такая достаточно жесткая сейчас судя по всему позиция частично смягчилась то есть вот этот совместный патруль могут в принципе выдать за контролирование границы в общем зеленский видит что на жестких условиях добиться мира не получится хотя бы потому что центральная украина если говорить совсем честно вот положить руку на сердце то центральная украина эту войну не выиграла соответственно поскольку она эту войну не выиграла то поставить свои условия достаточно сложно поэтому зеленский тут находится между двух огней с одной стороны он пытается предложить удобоваримые условия чтобы эту войну завершить другой стороны он безусловно боится протестов националистических протестов радикалов вот и соответственно позиция в том числе и петр порошенко будет пытаться любую слабость конвертировать в недовольство владимиром зеленским поэтому ему тут нужно и как бы с россией вопрос решить и не в общем внутри не получить критических проблем он пытается вот припетлять между этих двух огней или как говорил наш первый президент украины леонид кравчук ну то же самое касается и совместного патрулирования там тоже насколько понятно есть совершенно неразрешимое противоречие с одной стороны представители кремля пресс-секретарь президента россии песков уже заявил что совместное патрулирование возможно только в случае участие в нем представителей так называемых самопровозглашенных республик донецкий и луганский с другой стороны президент зеленский не раз заявил что он не что официальный киев не будет идти на контакт с руководством вот этих самых республик ну если мы послушаем все таки речь мюнхенского владимир зеленского то он тут позицию смягчила он как раз рассматривает совместное патрулирование с самопровозглашенными республиками но как бы тоже еще идет вопрос что сегодняшний киев не особенно устраивает руководство этих самопровозглашенных республик поэтому тут идет речь о том что должно смениться руководство этих самопровозглашенных республик и все-таки совместное патрулирование стоит на повестке дня вы упомянули мюнхенскую конференцию по безопасности которая только что прошла и хотя ее формат так сказать не особенно такой обращающий на себя внимание это скорее такая дискуссионная площадка но многие кто писал об этой конференции обратили внимание на выступление там зеленского в положительном даже таком комплементарном значении вот например девель пишет отмечает что зеленский получил в мюнхене отдельную часовую дискуссию по украине что ее эту дискуссию транслировал американский канал cnn что было очень много желающих принять в ней участие и так далее так далее и другие сми писали о выступлениях и участие в этой конференции зеленского в таком еще раз повторюсь комплементарном виде а как из в киеве сми оценили участие своего президента там в мюнхене ну скажем действительно зеленский определенные свои ошибки усвоил и частности он выступал уже не в основном зале а в зале несколько второстепенным но зато этот второстепенный зал уже был забит до отказа то есть там даже вроде как и мест не всем хватило то есть соответственно была такая технология примена что зал небольшой но заполнен полностью вот для артистов это бывает важно а зеленский как мы знаем вышел все таки из профессиональных артистов профессиональных актеров в украине но уже все скажем дышит выборами местными предстоящими выборами досрочными и вот верховную раду возможными и поэтому скажем те сми которые традиционно к зеленскому лояльные эксперты не безусловно его хвалили говорили что все хорошо а вот те сми которые подконтрольны ну к примеру бывшему президенту украины петру порошенко или же допустим виктору медведчуку известному украинскому политику и олигарху но не естественно зеленского чуть больше критиковали поэтому скорее новых сторонников зеленский не приобрел старые с ним остались если лично мое мнение мне не понравилось что все-таки зеленский практически все читал с бумажки как-то это в глаза бросалось но если пан су-плера читал тоже бы это глаза бросалось но я вот последнее время заступление зеленского я не то что не чувствую что это его тексты мы все понимаем что это текст они его но я даже не чувствую того чтобы зеленский с этими текстами внимательно ознакомился то есть похоже на то что он уже устал от политики даже внимательно ознакомиться вот скажем с теми текстами что ему пишут он не успевает но тогда возникает вопрос о его субъектности если он не успевает даже ознакомиться то получается что вот третье лица в том числе глава офиса президента и возможно другие его помощники получается в основном они эти тексты пишут зеленский их лучшем случае заучивает еще один вопрос касающийся недавнего нашего же с вами разговора о смене руководство офиса президента скажите пожалуйста делались ли какие-то замеры общественного мнения после ухода богдана и если делались ма как это отразилось на рейтинге президента но пошло ему на пользу или во вред или вообще никак не отразилось насколько я видел по закрытым замерам среднем общество одобряет уход богдана богдана многим надоел своим как бы хамством достаточно постоянными там развязанностью но не видно чтобы это прямо как-то особо отразилось сейчас на рейтинге президента рейтинг президента сейчас в районе 25-30 процентов так что прямо я думаю что большой корреляции резкого роста рейтинга из-за того что ушел богдан не будет вопрос что может быть замедлиться падение рейтинга потому что богдан уже стал токсичным а ермак ну скажем человек более осторожны и вот такой токсичности скорее всего ближайшее время не наберет николай спасибо что нашли для нас время за ваш комментарий всего вам доброго спасибо и вам напомню что с нами на связи из киева был политтехнолог николай спиридонов до свидания